принципе так вот бомбит редми ноут 8 про очень неплохо но знаете когда я делал обзор на реал не 5 про он играл чуть погромче звук примерно такой же но на рынке он чуть тише но в целом я хочу сказать что отличный звук в принципе за эти деньги пока мы не начали обязательно переходите на телеграм-канал все ссылочки в описании со скидками купонами также этом составляют топ лучших телефонов топ и лучших товаров на алиэкспресс очень много времени на это друзья уходит поэтому подписывайтесь и также репощу там новые видосы скидки купона если есть то обязательно все там также репощу как вы поняли сегодня у нас два месяца использования редми ноут 8 pro и сами я ад скрайбер друзья также в этом видео я попутно вам покажу каким образом настроить и редми ноут 8 pro оптимальные настройки для него и в принципе все плюсы и минусы я сегодня расскажу в этом видосе я постарался учесть прошлый опыт то есть посмотрел других обзорщиков и постараюсь не повторяться о чем они уже говорили то есть я какие-то моменты свои именно внесу в отношении этого телефона а они друзья есть этих моментов очень даже много итак первый момент я купил этот телефон за 16000 рублей или примерно 17000 рублей на старте это просто к это бешеная была цена и сейчас мне казалось что цена не упадет так сильно она упала ну реально очень даже сильно сейчас в районе даже 200 долларов выше чуть 200 долларов можно купить этот телефон и конечно это первый минус этого телефона цена на старте но просто как бы от зачем зачем так делать но нам обзорщиком нужно заказывать телефон заранее для того чтобы но делать обзор как можно раньше и поэтому по телефончик получился вот таким дорогим а как вы уже знаете я купил телефон в зеленом цвете а на тот момент это был оптимальный вариант как мне казалось вот зеленый цвет в принципе он очень красивый в плане конечно красоты постарались это реально такой флагманский дизайн ни много ни мало да по-другому сказать даже не могу но сейчас появился синий цвет с градиентом очень красивым я советую как бы эти телефоны покупать в принципе все то же самое по характеристикам но вот а задний градиент синий просто чума очень красивый а есть и другие варианты черный будет достаточно скучный как вот мой redmi k20 так называемые или же ми 9t смотрится красиво но дизайн нельзя сказать что он прям ну какой-то выдающийся а то что задняя крышка заляпывается вам объяснять не надо это в принципе на всех телефонах с глянцевой поверхностью да здесь отпечатки пальцев сразу же остаются и по поводу чехла друзья сразу же дам он лучше чем предыдущей версии предыдущей версии имею ввиду redmi note 7 redmi note 7 pro а там чехол в принципе камеру не скрывал никоим образом да здесь чехол скрывает камеру совсем чуть-чуть вот можете посмотреть так есть и другое решение этой проблемы можно просто сюда установить дополнительную такую вставочку пластиковую а она бывает пластиковых да кстати на алиэкспрессе где-то видел даже металлические такие вставки и но принципе очень неплохо смотрится а сканер отпечатков пальцев нащупывается не очень удобно есть и другие варианты где сканер отпечатков пальцев нащупывается очень много раз да удобнее чем здесь это не то чтобы большой минус но все-таки на это я тоже хотел обратить ваше пристальное внимание и я начну с тех минусов которые меня как бы раздражает в этом телефоне больше всего первый минус это то что стандартная звонилка милой здесь отсутствует да друзья стандартная за то что я люблю в принципе милой за за что я в принципе люблю силами я покупаю за это силами а здесь этого нет это как бы очень печально то есть вот мы заходим стандартную звонилку в избранной и так далее то есть это google набор и google набор неплохой но я хочу как бы стандартные милайские настройки но милайскую звонилку за таким образом выглядит стандартная милая вот так пролистую чтобы не было видно да вы добавляете плюсики и так далее а разницу вы здесь можете конкретно видеть да вот таким образом выглядит стандартная милай это гугловский сервис это самое первое на то что мне не устраивает в редми ноут 8 pro если пробежаться по настройкам я немножко настроил его под себя и он стал гораздо удобнее допустим я вынес иконки сюда на рабочий стол на первый рабочий стол это очень удобно нажимаете сюда на экран далее виджеты и здесь у вас несколько виджетов вы можете добавить все что вам угодно bluetooth . доступа да кстати очень удобно . доступа не нужно ковыряться зашел нажал когда даже не на заходить просто нажал и пожалуйста . доступ погнал вы можете раздавать вай-фай интернет понятно ну и фонари как бы тоже очень удобная тема улучшилось ли что-то с обновлениями друзья да очень сильно когда него одиннадцатая прилетела то настройки стали гораздо лучше и телефон стал даже меньше греться но для того чтобы нагрев совсем ушел я перехожу в настройки далее я перехожу в приложение далее все приложения далее иконка разрешения и здесь смотрите есть автозапуск вот здесь куча различных программ и все вот эти галочки я убрал а у меня сейчас стоит на яндексе почему-то да и на google фото мы тоже кстати тоже уберем сейчас это нам не нужно ну и все остальные проги которые здесь стоят я просто тупо-тупо убрал все галочки и нагрев прекратился первыми 11 который прилетел и абсолютно не была настроена и поэтому телефон начал греться просто так далее в чем разница мило 11 нами 9т и мило 11 на redmi note 8 pro разница очень большая потому что здесь amoled матрица здесь и ps матрица понятно что они две разные матрица но это также влияет на настройки самые главные и большие отличия смотрите даже визуально видно до подключение общий доступ видите да по сути одинаковые так здесь мы делаем потише так смотрите да насколько amoled матрица и ярче вы даже здесь можете обратить внимание да вот и ps насколько темный и насколько яркий amoled но смотрите мы заходим в экран блокировки и здесь активные экраны блокировка то есть даже надпись выглядит совсем по-другому а первого сегмента в принципе вообще нет в редми ноут 8 про то есть мы можем прокрутить вот так и мы в принципе попадаем вот как бы на экран который похож на не 9т и далее настройки идут одинаковые в чем как бы разница да то есть есть эти моменты я не буду затрагивать но вот здесь целого сектора настроек по сути здесь нет это активный экран далее стиль его допустим у меня до подпишись на канал ад скрайбер спасибо сиумистам да вот сделали мне вот такой прикол можно подписаться соответственно да вот в редми ноут 8 про я не смогу вывести такую надпись понятно что это связано с амоледом но я думаю что все эти моменты поправит в дальнейшем потому что по сути то что было раньше доступно на амоледах сейчас доступно на и ps матрицы та же самая темная тема да друзья смотрите она установлена как в одном так и в другом случае вы можете кстати почувствовать разницу да на амолед насколько четкий и яркий экран и айпес насколько он тусклый да здесь эта разница очень сильно видно далее отображаемые объекты всегда то есть допустим если я что-то настроил и хочу чтобы это всегда было видно и уведомление при включенном экране супер классная анимация которую мне друзья очень даже заходит можно снежинки поставить но вот мне вот такой стиль нравится более киборский такой да более какой-то современный ультра фьючер стиль вот в этом случае в редми ноут 8 pro все это отсутствует его просто-напросто нету в этом вот как большая разница на это будьте готов а далее по настройкам я зашел в режим разработчиком давайте перейдем расширенные настройки далее режим для разработчиков здесь я выставил одну галочку можно здесь конечно поковыряться очень даже аккуратно но нужно выставить обязательно галочку разрешить изменение размера ставить эту галочку перезагружать и телефон и окей у вас решается проблема деления экрана вот допустим смотрите открываем и да здесь камеру мы уберем youtube чик все остальные проги какие мы открыли любые принципе можем открыть и все они друзья делятся на то есть раньше была проблема что здесь была надпись до данное приложение не поддерживает деление экрана если вы выставили эту галочку то деление экрана поддерживается в любом случае и здесь как вы можете другие программки даже смотрите до переход между программами тоже окей даже неплохо работать досмотрите вот эта клавиатура да немножко она все-таки раздражает безграничный экран здесь выставляете жесты защита от ошибок жестов и предыдущее приложение если вы поставить эту галочку соответственно у вас предыдущее приложение будет открываться таким образом это работает это тоже такая настройка которая поможет вам в дальнейшем по поводу того как полностью оптимизировать милой на этом телефоне есть ссылочки послывает сверху также на этом канале очень много видосов по этому поводу друзьям с обновлением камера немножечко улучшилась стала немножко лучше но вот этой такой сильной разницы я не заметил в принципе она осталась почти что такая же google камеру сюда можно установить но столько много косяков она настолько сырая настолько неудобно и программа вылетает есть много багов проблем поэтому если честно в какой-то момент я перестал ей просто пользоваться мне все это надоело друзья и даже обновлениями не хочется пользоваться поэтому по google камере вот такие выводы в принципе основной камере тоже ну хватает неплохо некоторые видосы я снимаю именно на эту камеру да на основном канале также на втором канале тоже друзья не забывайте подписывайтесь на второй канал но и наверное самый больной вопрос это мтк и мали а на самом деле у меня есть хорошие новости для вас друзья с новыми обновлениями смела 11 который прилетела все стало гораздо лучше на мою радость на мое счастье я не играю в игру у меня просто-напросто нет на это времени и нормальных игрушек с честно друзья нет есть игруха неплохая в которой я могу порубиться но здесь есть одна проблемка я сейчас вам об этой проблемке расскажу мтк по сути если в стандартном режиме вы допустим фоткайте вы снимаете видео в 4к пользуетесь какими-то программами серфите в интернете смотрите ютюб щек и так далее этого процессора просто извините этого процессора просто друзья за глаза хватит и вообще никаких проблем вот допустим есть такая игрушка называется на new and тесте супер крутая я выставил максимальные настройки графы значит хочу порубиться потому что все-таки это игровой смартфон а это игрушка она очень-очень нагружает проц и видеокарту просто съедает ее в ноль и думаю сейчас я протещу и как бы покажу людям как он он работает и все такое смотрите игра началась но у меня нет кнопок и эта проблема только на редми ноут 8 pro на других телефонах я загружаю эту игру проблем никаких нет а вот в редми ноут 8 pro нет кнопок ну и вот эту проблему друзья на редми ноут 8 pro никак не решить я специально купил эту игруку для того чтобы играть заплатил там 300 рублей где-то за нее потому что это реально от олдскульная игруха такая очень красивая по графике просто супер геймплей очень интересный допустим нами 9 я проходил эту игрушку а здесь вот уже но никак не могу и сразу по поводу батареи батарея здесь на 4500 миллиампер час и знаете я так подумал что это очень плохая замена в плане игрового телефона mi max 3 мода в свое время он был наверно лучшим игровым телефоном я даже в топе его таким образом называл то что большая батарея большой экран и процессор неплохой так извините батарея на 4500 миллиампер час стало лучше после обновления она реально стала держать больше и это прям очень сильно порадовало потому что в начале было ну как бы все очень даже плохо и печально даже mi 9 se по сути шел вровень с этим телефоном хотя у него там батарея просто вообще ну слезы а здесь 4000 миллиампер час и как бы он справлялся очень даже неплохо заряжается телефон примерно за два часа то есть чуть чуть больше двух часов плюс-минус по поводу видео ускорителя здесь mali g 76 на самом деле друзья плюс этого телефона в mali g 76 это абсолютно топовый видео ускоритель на данный момент он стоит в таких флагманах как она huawei samsung в топовых телефонах и они стоят в районе где-то 1000 долларов и там стоит точно такой же видео ускоритель как здесь то есть mali g 76 абсолютно топовый видео ускоритель от компании mali а здесь вы берете этот же видео ускоритель не процессор повторяясь а именно видео ускоритель примерно за 200 долларов то есть это но это по сути вообще бесплатно вот в этом плюсы этого телефона мое мнение об этом телефоне с первого знакомства очень сильно поменялось во первых обновление очень сильно повлияли да то есть телефончик стал повеселее пободрее и он стал справляться с теми задачами которые как бы я на него возлагаем и как бы ну что то здесь не то мне не понравилось даже не то что сами процессоры а само отношение компании как будто бы она вектор поменяла и у меня даже есть утечки то что следующий телефон тоже будет на мтк да вот такие друзья как бы новости не очень приятные но скорее всего будет именно так я ношу телефон очень аккуратно то есть как бы я не ношу его никогда с ключами там с какой-то мелочью и так далее то есть он у меня по сути в отдельном кармане и я отношусь так ко всем телефонам потому что но это лично как бы моя привычка мне так нравится и мне телефон и достаются большим трудом так вот если вы носите с ключами то не носите пожалуйста потому что на нем появятся царапины очень очень быстро и смотрите насколько me 9t меньше этого телефона экран у него чуть-чуть буквально меньше но и сами габариты гораздо меньше таким образом они выглядят сбоку не в принципе очень достойный дизайн по сути вот я держу флагман до прошлого года и в средний бюджетник прошлого года по дизайну они вообще не отличаются ну то есть как бы уровень вложения денежных одинаковый и сюда и сюда это как бы супер в плане как бюджетности этого телефона на данный момент обновление здесь милой 11 11 . 0 . 3 . 0 а стабильная и у меня выставлена галочка в настройках ранее обновления то есть ну как бы все максимально регион у меня стоит индия для того чтобы звук был получше но и обновление что прилетали пораньше вот принципе это все настройки этого телефона а также я убрал рекламу смотрите да в папках рекламы нет хотя она была здесь везде вот в этом месте специально оставил чтобы показать таким образом рекламы выглядит но есть видео на канале также плашечка сверху всплывет каким образом убрать всю рекламу на этом телефоне это тоже немножко под напрягало если честно после обновлений я стал очень доволен этим телефоном и сейчас я его могу рекомендовать покупки даже если вы смотрели топ лучших игровых телефонов то я уже включил его в топ лучших игровых телефонов то есть на реально телефончик справляется неплохо с играми и за эти деньги наверное это по сути один из самых лучших игровых телефонов на сегодня друзья с вами был я и скрайбер не забывайте подписываться на этот канал ставить лайкос этому видео репостите давайте в комментах друзья тоже нашими по поводу этого телефона если у вас есть телефон то обязательно пиши что-то о нем думаешь если ты хочешь чтобы я провел какие-то эксперименты с этим телефоном то обязательно об этом пиши в комментариях всем хорошего настроения с вами был я и скрайбер всем пока пока всем хорошего настроения с вами был я и скрайбер всем пока пока